Приветствую всех, кто случайно попал на мой туториал по моду Soul Shards, или тем, кто подписан на мой канал. Приветствую вас всех, люди. Сегодня я расскажу вам о таком моде Soul Shards. Сделал я для того, чтобы один мой подписчик написал, что он, ну, не знает как, блин, вот взял и сломал такую красоту. Поэтому подписчики не знают, как пользоваться этим модом, и поэтому я сам не знал, как им пользоваться. Сам допетрил как-то, ну и другие помогли. А теперь я хочу это вам донести. Что же нам нужно? Давайте сразу поговорим, что этот мод добавляет. А добавляет он вот такие вот Soul Shards, вот как видите. Что они собой представляют? Когда вы... они собой представляют Soul Shards, которые, ну, как вы уже поняли по названию-то, они заключают в себе души мобов. Не всех, конечно же, но многих мобов из обычного ванильного Майнкрафта. Из, господи, и сразу говорю, из Твитлайта, если у вас установлен Твитлайт, потому что я играю сейчас на сборке Фиде Биста, тут есть Твитлайт. Все мобы из Твитлайта не засчитываются. Также нельзя айрон-големов железных, снежных големов, и нельзя также жителей, к сожалению, нельзя. Ну, в принципе, вот, я вам рассказал, какие можно, какие нельзя. Вот, к примеру, давайте мы заспавним. Кого мы там можем заспавнить-то, люди? Так. А это что? Soul Crystal? Я даже не знаю, что это за Soul Crystal. Я не думаю, что он с этого мода. А он просто такой вот прикольненький, да. Так, понял, да, он просто такой прикольненький, чувак. Так, ладно, нам нужны мобы, да? Мобы, 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 мобы. Вот, к примеру, давайте зомби, 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 зомби. Ставим сюда зомби. Он, надеюсь, не горит, да? Не горит, слава богу. А, нет, горит. Ладно, хорошо, хорошо, давайте мы сделаем так. По-другому, мы по-другому сделаем. Мы пойдем другим путем, как говорили. Так, давайте поставим песок душ, 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 душ. Так, 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 так. Иди сюда, дурик. Иди на этот. На песок душ. Ты не должен гореть. А, ладно, ты уже сгорел, ладно. Заспамим ещё одного, он не должен гореть. И ещё одного, и ещё одного, и ещё. Надеюсь, вы не будете никуда выходить. Да, вы, в принципе, их в заточении, потому что вы не горите под ним. Так, к примеру, дальше мы что берём? Мы берём один соло-шарт, но, как видите, он уже запомнил. Заполненный нам нужно только... Вот, дебил. Нам нужно только убить одного, и у нас сразу заполнится 1024 души. Вот, давайте сразу убьём какого-то моба. Вот, видите, мы убиваем, убиваем, убиваем. Вот, у нас есть сразу зомби, и он заключён. Но, смотрите, сразу у вас не будет 1024 души. Вам нужно будет убить этих 1024 зомби. Я говорю, к примеру, прям про зомби. И тогда у вас уже наступит... Господи, тогда у вас уже будет пятый тайр. Я не знаю, как оно переводится, но я так понял, что это уровни спауна. То есть, на пятом уровне спауна они будут спауниться настолько быстро, что вы просто не будете успевать за ними. Также один плюс этого мода то, что он... Можно сделать эти спаунира, им их можно выключать. То есть, во-первых, вы сделаете спаунир. Сейчас вам даже покажу, какой. Вы его сделаете, и его можно будет включать. К примеру, поставить возле него рычаг и включать. Выключать, чтобы он спаунил и не спаунил зомби. В этом соу-шарде мобы никогда не кончаются. То есть, они не кончатся. Это тоже один плюс. И также, что мне очень понравилось в этом моде, то, что этот спаунир не зависит от дня, ночи и погодных условий. То есть, вы можете спаунить любую погоду в любое время. То есть, они будут спауниться. Ну, когда вы будете включать спаунир, выключать или просто поставить. Дальше. Ну, давайте же перейдем к крафту. Крафт здесь не очень то и сложный, но над ним нужно будет попариться и долго подождать, пока вот эти соу-шарды сделаются. Чтобы сделать наш соу-шарт, нам нужна вот такая соу-фордж. Она вот крафтится из четырех... Заговорюсь, из четырех... Из пяти апсильвина, одной эссенции и трех камней. Сейчас вам расскажу, как сделать эту эссенцию. В общем, когда мы сделали соу-фордж... Мы... Блин, я забыл забрать. Не тот уже. Уже все, сейчас покажу. Так, соу-фордж ставим здесь. Как видите, она у нас есть. Дальше. Чтобы нам скрафтить вот такую эссенцию, нам нужно вайлдаст. Вайлдаст... Его можно сделать в переплаве песок душ, например, вот в электрической печке. Когда у нас переплавляется, немножечко долго нам нужно подождать. Мы переплавили, вот вайлдаст у нас уже есть. И мы берем вот этот вайлдаст, смешиваем с светящейся пылью. И у нас получается эссенция. Дальше где-то мы эссенция... Я ее сейчас не взял. А, вот нужно еще крафтить еще. Хорошо. Вот, у нас получается вот эта эссенция. Дальше мы ложим вот сюда, в соу-фордж. Это как бы она служит вместо угля. И берем один алмаз. Из одного алмаза, когда мы переплавим один алмаз, у нас получается три соу-шарда. Это очень хорошо. То есть, ну да, конечно, немножечко затратно то, что нам нужно алмазы переплавлять. Но какой эффект, люди, какой эффект? Можно создать, к примеру, ферму зомби, спигманов и фармить золото. А если у вас установлен еще мод на философский камень, вы сможете фармить золото, железо и алмазы. Ну, тем, что когда у вас будет золото, то вы сможете создать железо с помощью этого философского камня. И еще можно создать также много чего. То есть, алмазы и тому подобное. Как видите, переплавляется у нас эссенция очень долго. То есть, мы можем поставить здесь, к примеру, там, чанк-лодер и пойти пить чай. И когда мы придем, нам только переплавится там четыре на... Потому что со стака получается только четыре алмаза переплавляется. Потому что тратится это очень быстро, вот эти эссенции. И, как видите, очень долго. Переплавлять его, конечно, не буду, потому что это все очень долго и нудно. Дальше. Что нам нужно дальше? Расскажу вам, как можно еще очень быстренько нафармить этих душ. Да, это, конечно, у меня есть два способа. Но один прикол на том, что он... Эта фича баг. Ну, даже не баг, потому что, я думаю, про эту фичу знает и сам разработчик этого мода. То есть, это, конечно, ну, хорошо. Но это пока что у нас есть, то мы можем пользоваться этой фичой. Те уже, кто смотрит это видео и уже у них новая версия, но я так думаю, что убрали эту фичу. Так что я расскажу сначала про хорошую официальную фичу, которой можно пользоваться. Как вы понимаете, 1024 моба убить это очень трудно. Особенно, например, вам нужно криперов убить и тому подобное. Так что мы дальше что мы берем? Мы крафтим вот такой вот... Кроппетт ингот. Ингот, да. Как мы его сделали? Как мы его нужно сделать? Мы берем слитки. А слитки у нас крафтятся вот как. Мы берем железные слитки, ложим вот эту сольфорж. Или, к примеру, можно железную руду. И у нас приправляются вот такие вот слиточки. Когда мы сделаем из слитков вот такое вот железо, ну, не железо, это ингот, вот это. Мы делаем вот такой вайлсворд. Это специальный для душ меч, который будет убивать. Ну, не то, чтобы он быстро убивает и тому подобное, но он специально предназначен для вот этого мода. Дальше. Он также выбивает по одной душе, но нам нужно, чтобы он сразу выбивал. И мы изучаем книжечку на Soul Stellar 5. То есть она уже есть. Есть такие пять книжек. То есть на первый уровень, на второй, третий, четвертый, пятый. Вот, когда мы сделали это, мы ложим наш меч вот сюда, в первый слот. Второй слот ложим Soul Stellar. И получается нас вайлсворд со Soul Stellar. К сожалению, показать вам не могу, потому что нет, вот, мне сразу, видите, как попадается, сразу за чарь, ну, сразу же с пятым уровнем, к сожалению, извините. А, нет, могу. Есть, да, супер, люди. Я вам могу даже показать это. Круто. Вот, к примеру, давайте, к примеру, пойдем к какому-то мобу. К какому, к примеру, вот давайте... А, ладно, заспавним своих зомби. Мы же, мы же true. Так, зомби, 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 вот. Падаем, 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 падаем. Вот, ставим сюда зомби, да. И вот, нам нужно, чтобы... Самое главное, чтобы заточить душу, нам нужно Soul Shard положить на ход, на ход... Как называется? Ход бар, да, ход бар. Положить, и тогда... Нельзя несколько сразу положить сюда. Ну, их можно, но они не будут считаться. То есть, вам нужно положить один, чтобы убить и заключить сюда моба. Вот, мы убиваем, к примеру, зомби. И, как видите, все, у нас заполнена душа зомби. Один пока что зомби убит, да. Дальше мы, к примеру, спавним и с вот этим Soul Stealer убиваем вот этого зомби. И, как видите, у нас уже 7 душ. Эта книжечка добавляет нам сразу. Мы можем убивать 6 душ сразу же. Это реально хорошо. То есть, этот метод не будет обран, потому что он официальный. А сейчас я вам расскажу про одну офигенскую крутую фичу. К примеру, она действует на наковальне. Возьмем еще одну там пару на Soul Shard. И идем, к примеру, вот эту сразу убираем, потому что она у нас уже заглавная, как считается. И вот идем к скелетону, да. Вот, идем и убиваем, так, убиваем скелетона. Блин, приземистый, а? Вот, убиваем скелетона. Вот, мы убили скелетона, у нас уже 6 душ заточилось. И пошли к наковальне. Дальше, идем к наковальне. Блин, да перед... Ладно, его нужно, знаете, что тут сделать? Вот так вот нужно сделать, наконец-то, чтобы я мог нормально переходить. Прыгаем, конечно же. Так, дальше. В главный слот ложим то, что мы хотим увеличить, души наши. Дальше мы ложим наш любой Soul Shard, заполненный только одной душой, или можно пару, нескольких. И получаем уже Soul Shard второго уровня с 135 душами. Вроде бы правильно сказал. И вот, и получаем. С каждым новым уровнем вы можете так зачаривать любой. То есть, опять можно прийти к скелетону, убить его, поставить сюда Soul Shard и забрать уже там с третьим уровнем. Не знаю, сколько там. Третий уровень у нас какой там у нас? Второй? С третьим уровнем. 256 душ сразу у нас уже будет. И так можно быстро и легко нафармить, но для этого нам нужен опыт. Эх, да. Вроде бы я вам обо всем рассказал. Ах, да. Забыл, как же сделать сам спавнер. Ну что же, давайте, к примеру, нам возьмем там наш... Давайте это все выложим. Она нам не нужна. Так, к примеру, возьмем вот Soul Shard. Дальше. Нам нужно сделать вот такую вот клетку. Soul клетка, Soul Cage, клетка душ. И крафтится она вот, как видите, с железных прутьев. Думаю, легко. Легкий крафт, никого не затруднит. И что же, давайте идем, к примеру, к какому-то мобу. Вот, к примеру, со скелетами. Скелеты, 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 скелеты. Но я вам предлагаю лучше фармить, к примеру, не скелетов, а там нафармить сначала себе еду, то есть коров каких-то нафармить. Так, у нас полный, полный скелет. Полный, полный скелет, да, так, полный, полный. Пару раз говорю. Так, сразу возьмем рычаг, чтобы можно было его выключать. Так, супер. И вот, к примеру, ставим вот здесь вот это Soul Cage. И в Soul Cage засовываем Soul Shard. И, как видите, сразу спамить по 5 штук в пару секунд. Видите? Сразу же, сразу же. Чтобы этого не произошло, вам нужно... Смотрите, надо их отойти, чтобы они отошли. И поставим, к примеру, вот здесь, где-то вот, к примеру, вот здесь. Нет, не вот здесь, а вот здесь рычаг. Все, бац, и мы выключили наш спавнер. Теперь он не будет спавнить. Как видите, он спавнит очень много количества на 5 уровне. Фух, вроде бы я вам все рассказал, то, что я хотел рассказать людям. Вроде бы все затронул, все фичи, которые здесь есть. Ну, вроде бы да. То, что вам нужно было, я вам рассказал так же. И вам очень будет интересно, как же действовать, как же создать спавнер вот таких там, какую-то ферму хорошенькую, чтобы там, с компьютер-крафта, к примеру, там, чтобы с черепашками и тому подобное. Это, люди, будете ждать уже следующий туториал, который я сделаю. Ну, не знаю, скоро его сделали или не скоро, но я постараюсь, чтобы это было все быстро. Я расскажу вам, как это сделать. Это легко и просто, вообще. Ну, легкотня. Как у меня на Майнхаке. Вот, ну, не думаю, что многие знают, как такое Майнхак. Ну, те, кто уже, может, вы знаете, может, не знаете. Кто не знает, это такой сервер для ластплечков. Он приватный, туда никто не попадает, кроме друзей ластплечков. Так, в принципе, я вам все рассказал. В скором времени ждите вот такой туториал на тему, как создать ферму с соулшардами с помощью компьютер-крафта. Не знаю, я знаю только ферму с компьютер-крафта. Другие фермы я не знаю. Ну, можно их создать как обычная ферма, которую вам уже кто-то показывал. Ну, что же, наверное, на этом все. С вами был Неркин. Подписывайтесь на новое видео, ставьте большие пальцы вверх и рассказывайте друзьям обо моем канале. Всем пока и всем удачи!